Здравствуйте! В студии Екатерина Ковалева. В эфире итоговая программа «Такой день». Это больше, чем новости. Это прямой эфир, сюжеты наших корреспондентов и гостей в студии. Сегодня мы разберемся, что общего между научной библиотекой и рэп-баттлами. И вживую услышим в студии речитативы на тему классических произведений и биографии поэтов Серебряного века. Это во второй части. И вот, что еще мы приготовили в программе «Такой день». Школьники все чаще выбирают язык Поднебесный. Теперь к их услугам Центр китайского языка и культуры. Кого еще там ждут? Их семеро, и они счастливы. Староскольская семья Пауковых победила во всероссийском конкурсе. В чем секрет женского, мужского, а самое главное детского счастья? В регион прибыл дорожный маячок, о чем дети должны напомнить своим родителям. Биографии поэтов в речитативе. Как отреагировали жители Белгорода на библиотечный рэп? Посолить и приправить душевной гармонии. Технологии приготовления блюд делятся участники кулинарного конкурса в Равинском районе. И делают друг другу взаимовыгодные предложения. Что дает сцена особенным детям? Инклюзивная театральная студия «Синяя птица» представила новый спектакль. А юные актеры – новые возможности. В начале выпуска информация для всех, кто собирается на Украину. Роспотребнадзор предупреждает об опасности заразиться корью. Украина в лидерах по этому инфекционному заболеванию в Европе. Переживающий рост случаев заражения, граничащий с эпидемией. Только за неделю в соседнем государстве зарегистрировано более полутысячи случаев заболевания. Сейчас в стране корью болеют 32,5 тысячи человек. Две трети из которых – дети. По мнению специалистов, сложившаяся ситуация возникла из-за того, что на государственном уровне были допущены пробелы в плановой вакцинации. Украина в этом году перестала закупать в нужном количестве вакцину от кори. Сейчас там детские сады и школы посещают значительное количество непривитых от этой болезни детей. Что создает риски новых вспышек. Украину догоняет Сербия. В списке лидеров по распространению кори также Греция, Франция, Италия, Грузия. Роспотребнадзор напоминает, что единственным действенным средством защиты против распространения кори остается вакцинация. Это же касается и других инфекционных заболеваний, включенных в российский календарь обязательных прививок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы именей для Белгородского аэропорта, соглашение ДСА с Шуховским университетом и акция госавтоинспекторов в российских школах перед каникулами. Все подробности в официальной хронике дня. На новый этап вышел общенациональный конкурс «Великие имена России». Россияне выбирают имена, которые дополнят официальные наименования 45 самых крупных аэропортов страны, в их числе Белгородские воздушные ворота. В регионе областная общественная палата составила первичный список – лонглисты из 12 предложений. На прошлой неделе его обсудили и дополнили в муниципальных общественных палатах. К примеру, в Старом Осколе почти единогласную поддержку получили два имени – генерал армии, герой Советского Союза Николай Ватутин и просветитель, писатель и педагог Василий Ярошенко. Мы должны быть патриотами своей великой родины – Россия. И мы должны благотворить своих героев. В числе достойных вариантов, по мнению общественников области, также имена инженера Владимира Шухова, дважды героя социалистического труда Василия Горина и основателя русской актерской школы Михаила Щепкина. Анализ мнений позволит сформировать шорт-лист из трех имен. Он и будет размещен для голосования на сайте великие имена.рф. В течение ноября сделать свой выбор сможет каждый. Принцип «один голос – одно имя». Итоги конкурса будут озвучены 5 декабря. В области патриотическое воспитание все активнее вовлекается студенчество. Сегодня Белгородский технологический университет и региональное отделение ДСАА заключили соглашение о сотрудничестве. Главная задача – создать студентам доступные условия для занятия военно-прикладными и техническими видами спорта под руководством опытных инструкторов. Это должно повысить интерес молодежи к здоровому образу жизни и службе в вооруженных силах. Средства – образование в рамках партнерства новых военно-патриотических клубов. От спасательной специализации до охраны общественного порядка. «На территории университета создан уже один клуб военно-патриотический. Мы сегодня договорились вручить сертификаты о намерениях создания еще минимум двух клубов, в которые будут ходить студенты. Все, чем мы занимаемся в региональном отделении ДСАА для студентов нашего университета, будет все безвозмездно и доступно на базе университета при финансовой поддержке регионального отделения и управления молодежной политикой области». О правилах поведения на дороге и пользе светоотражающих элементов. Белгородская область вошла в число восьми регионов, куда приехал дорожный маячок. Это федеральный проект по безопасности дорожного движения. Сегодня в его рамках в школе номер 15 областного центра для младшеклассников провели тематическую викторину и каждому вручили подарок – светоотражающие значки. За два дня организаторы планируют посетить шесть школ Белгорода и вовлечь в акцию «Дорожный маячок» почти две тысячи школьников. «Мы надеемся, что, конечно же, кроме того, что детки поучаствуют, они выложат в сетях, в своих группах, где-то свое мнение, свое обсуждение о том, как это полезно, как это нужно и как это необходимо. Ну и, конечно же, необходимо еще, наверное, привлечь внимание здесь родителей, прежде всего, вне зависимости от того, каникулы это или это школьный период. Утро должно начинаться с того, чтобы ты должен просто напомнить своему ребенку, где он должен переходить в проезжую часть, как он себя должен вести на дороге, и, конечно же, одеть ему непосредственно вот этот свето-возвращающий элемент». Ну а напомнят о правилах дорожного движения не только детям, но и взрослым уже в рамках региональной акции «Внимание! Каникулы». В течение недели инспекторы ГИБДД побывают в школах области. Проведут для ребят тематические уроки и встретятся с родителями. Лучшая многодетная семья России живет в Белгородской области. Папа – водитель, мама – преподаватель. И они воспитывают пятерых сыновей – староскольцы Максим и Надежда Пауковы. Их дети теперь будут внесены в почетную книгу «Семья года. Россия-2018». Это право им дала победа в одноименном всероссийском конкурсе в номинации «Многодетная семья». Церемония награждения пройдет в Москве 22 ноября. А пока она журналист Анастасия Коникова побывала в гостях победителей. «Не успели мы прийти и подготовиться к работе, как самый маленький из Пауковых уже игрался с нашей сумкой. И тут все такие активные и веселые, глаз да глаз. На вопрос, как справляетесь, Надежда ответила. Просто направляем энергию детей в мирное русло – учебу и спорт. Здесь у каждого свое место для медали, и у каждого уже есть награды». «Это первое место за прыжки на батуте. Это тоже по плаванию второе место. Это первое место по борьбе». И в учебе успехи. Ни одного троечника. Они как маленькая сборная, настроенная на победу во всем. «С уроками помогаем мы – мама и папа. Когда у кого есть время. Папа в основном по математике больше. Я какие-то гуманитарные предметы, там окружающие, там история, биология, география. Английский, русский». Еще одна важная традиция – это совместные завтраки, обеды и ужины. За общим столом можно обсудить планы. Сегодня свободный день, а значит, всей семьей выбирают маршрут прогулки. «Пуля, пуля!» «Хорошая!» Любимое место – конюшня. Покормить, погладить, научиться заботиться о животных. Приезжать сюда стараются хотя бы раз в неделю, когда есть окошки между уроками, секциями и работой. «Мы просто живем, просто стараемся, просто хотим, чтобы они выросли добрыми, здравомыслящими, трезвыми людьми, достойными своего. И то, что они русские люди, на этой земле живут богатейшие, такое наследие, чтобы они-то все впитывали». Это не значит, что нет проблем. Просто преодолевают их все вместе. Дети, конечно, соперничают, иногда ссорятся. Но любовь и доброта уже глубоко внутри у каждого. А личный пример родителей – это и есть воспитание, говорят Пауковы. Лучшая многодетная семья России. Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко. Такой день на мире Белогорья. Какой иностранный язык будет востребован в будущем? Оптимисты говорят английский, а реалисты учат китайский. В Белгоу открылся Центр китайского языка и культуры при участии делегаций посольства этой страны, что уже говорит о статусе события. Центр появился как нельзя вовремя. Китайский в школах Белгородской области изучают давно. Даже олимпиады по нему проводят. А с этого года второй иностранный язык включен в перечень обязательных предметов, начиная с пятого класса. И в качестве второго языка многие выбирают именно китайский. Чем поможет Центр школьникам, студентам и педагогам, выясняла Наталья Александрова. Открывать Центр китайского языка и культуры советник посольства КНР в России Юй Цзэхай приехал лично. Перед торжественной частью познакомился со студентами Белгородского национально-исследовательского университета, которые уже изучают язык Поднебесный. Студент Института межкультурной коммуникации и международных отношений Фейзулой Юкубов прочел стих лидера китайской революции Мао Цзэдуна. Китайский на таком уровне освоил всего за три года и планирует использовать его в будущей профессии. Для меня лично китайский язык легче, чем английский. Возможно, в будущем я стану каким-нибудь хорошим специалистом и я буду неким мостом между Россией и Китаем для того, чтобы развивать двусторонние отношения. Изучить сложный язык за сравнительно короткий срок удалось благодаря хорошей академической подготовке и практике за границей. С Китаем БелГУ сотрудничает около 15 лет. Соглашения заключены с семью вузами. В них прошли обучение больше 40 российских студентов. В свою очередь в университете учатся около сотни студентов из Китая. Они будут помогать в работе центра. Центр будет открыт не только для студентов, но и для школьников, а также для всех белгородцев, которые хотят познакомиться с культурой одной из самых старейших и быстро развивающихся стран мира. Помогает российской молодежи, особенно области и городе, изучать Китай. Китайский язык. Это замечательно. Мы высоко оценим. Через язык, через культуру мы лучше узнаем друг друга, мы лучше понимаем друг друга. И, конечно же, и китайские студенты, и российские студенты, изучающие русский язык, изучающие китайский язык, а у нас всё больше таких студентов, должны иметь возможность собираться в таком месте, которое пропитано духом и китайского языка, и китайской культуры. Вуз-партнёр БелГУ Дэджоусский университет уже передал учебную литературу, а сам центр получил статус региональной ресурсной площадки. Этот клуб станет такой площадкой очень важного взаимодействия, расширения дружбы, сотрудничества, контактов не только в сфере профессионального образования, хотя на это здесь будет делаться основной упор, но и в сфере расширения деловых контактов. Директором Центра китайского языка и культуры стала аспирантка Белгородского национально-исследовательского университета Джао Пенбо. Свой родной язык она преподает в школе микрорайона «Улитка». Образовательный центр «Алгоритм успеха» — один из первых, где школьникам начали преподавать китайский язык. Пока факультативно. Начали в конце прошлого года из группы в 20 человек. В этом уже 80 ребят изъявили желание изучать язык и культуру Поднебесной. Привет. Нихао. Нихао. Как дела? Вокем хао. Вокем хао. Решение изучать китайский в свободное от уроков время шестиклассник Арсений Коренев принял самостоятельно. За полгода значительно продвинулся. Сколько уже запомнил Иерогнев? Не знаю. Я могу от 2 до 99 и посчитать. И, Эр, Сан, Ци, У, Лёу. Второй иностранный язык как обязательный предмет в школах региона теперь будут изучать с 5 класса. Всё больше детей их родители выбирают именно китайский. Растущий интерес к нему подтверждает языковая олимпиада. В области по-китайскому она проходит с 2016 года. В этом году школу на городском этапе будет представлять ученица образовательного комплекса «Алгоритм успеха» Мария Чуйкова. Он начал думал, о господи, что это, эти непонятные иероглифы, а сейчас нормально. Я выбирала между китайским и японским. Во-первых, китайский язык намного востребований, с ним легче поступить в институт, и мне это очень интересно. С Поднебесной у России широкие партнёрские и деловые отношения. Значит, владение китайским откроет в будущем перед ребятами хорошие перспективы. Наталья Александрова, Евгений Титов, программа «Такой день» на «Мире Белогурья». Ну а сейчас прогноз погоды и блок полезной информации, после чего ко мне присоединятся гости. Напомню, это организаторы и участники проекта «Баттл про классику». Это такой необычный рэп-поединок. И напомню ещё, что далее в выпуске. Посолить и приправить душевной гармонией. Технологии приготовления блюд делятся участники кулинарного конкурса в Равинском районе и делают друг другу взаимовыгодные предложения. Что даёт сцена особенным детям? Инклюзивная театральная студия «Синяя птица» представила новый спектакль, а юные актёры – новые возможности. Биографии поэтов в речитативе. Как отреагировали жители Белгорода на библиотечный рэп? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова